Как? Не может быть эта пятерка, она по форме очень близко от шестерок. И преподаватели, мне кажется, так наслаждались, что, а, да, они из Латинской Америки. Это как, типа, да, они тупые. Hola amigos, добро пожаловать на канал Kiki Мексиканец. И сегодня я хочу с вами поделиться о своих впечатлениях. Как, наверное, вы знаете, я учился в России. И в этом видео я хочу говорить о отличии учиться в Мексике, в России. И то же, чем я столкнулся, и для меня было сложно привыкать и понимать. У меня была отличная возможность учиться в России. Я очень рад этому. Для меня это невероятная возможность. Я очень горжусь, что у меня есть диплом в России. Это очень полезно, это такой опыт. Я здесь хорошо занимался, были классные преподаватели. Я очень рад. Но сегодня между нами я вам хочу рассказывать. Помните, это только между нами. Какие моменты мне очень сильно удивились, пока я учился в России? Понимаю, что это не у всех вусов, не все школы, не все студенты такие. Но, тем не менее, это мой личный опыт. Я все-таки хочу с вами поделиться. Во-первых, я думал, что учиться в России будет сложно, потому что это будет на русском языке, и это уже пугает. Но, когда мне сказали, что мое расписание это четная и нечетная неделя будет делиться, я думал, что? О чем вы говорите? Я в Мексике, своим опытом, мне кажется, никогда не учились четной, нечетной, и ты должен посмотреть, какая неделя, потому что предметы меняются. Я не знаю, если это удобно, но очень сложно сопутаться, потому что иногда какие-то уроки не делаешь. Поэтому, если честно, мне кажется, очень сложная система сопомнить неделями. Четной, нечетной, разной. Я понимаю, что, наверное, так больше успеваем, но, тем не менее, это неудобно. Скажите, пожалуйста, если вам нравится эта система, четная, нечетная, потому что, уверен, что, наверное, вы тоже когда-то сопутались с расписанием. И тоже, когда получил свое расписание, я удивился, что, в принципе, в России субботу это обычный день для учебы. Обычно в Мексике и все программы, которые я учился, я говорю своим опытом, я всегда учился с понедельника по пятницам, конечно, очень интенсивный день, но субботу и воскресенье это дали время, потому что ты должен сделать практики или можешь дополнительные курсы, помимо этого. Поэтому обычно субботу было свободное время. А я помню, что когда видел свое расписание, что я должен прийти по субботам, с 5 до 3, я думал, правда учиться в субботу? Благодаря, что ты в Мексике учишься с понедельника по пятницам, тебе дают возможность, что субботу делать то, что тебе нравится. В то время, я помню, что я учил французский язык по субботам, я был очень рад. Ну, и тоже продолжение расписания. Я был в шоке, когда мне сказалось, что один эксамент по географию будет 25 декабряю. Как? Не может быть, это у нас Рождество. Я понимаю, что в России обычно это с 7 января, если я ночеваю с православной, а для католики это 25-го. И что-то придумывать 25-го, это как нельзя, это просто наш сокровище день, где мы все собираемся и думать о эксамене 25-го для меня было непросто. Но, к счастью, я мог договориться с преподавателем, и обычно эксамены, когда попадают на 25-го, я мог сделать саранее. И раз я говорю о преподавателе географии, я помню, как мы хорошо спорили. Потому что, когда она была карта, и мы начинали учить континенты, она мне сказала, вот у нас континент Северная Америка, Мексика, Северная Америка, а вот Южная Америка, и там у меня была подруга из Эквадора. И да, понятно, но вы знаете, у нас в Мексике говорим, что Америка это целый континент. То есть мы, конечно, разделяем как Северная Америка, Центральная Америка, а Южная Америка, но по частям, но континент, мы считаем, что это целый, от Канады до Аргентины, Чели, это один кусок. Нет, это не может быть, это два континента. Я с подругой из Эквадора сижу, прикинь, мы из разных континентов, а ты из Южного, я из Северной Америки. Для меня было странно, если честно, и до сих пор я считаю, что Америка это один континент, потому что у нас так по географию. И другой шок, когда она мне сказала, а это все Евросия, то есть она хотела сказать, что от Португалия до Япония это один континент. И мы думали, угу, понятно, а это у Евросия. А мы наоборот, в Латинской Америке мы считаем, что Европа это один континент, и Азия это другой континент. Например, в этом части говорим, что Россия принадлежит два континента, которые есть сейчас в Европе, сейчас в Азии. Но мы считаем, что это разные континенты, и то же название Австралия как континент, для меня было странно, потому что мы говорим Океания. Я потом начинал посмотреть в интернете, и кажется, есть разные виды, разные формы, которые мы можем посчитать континентом. Да, и пожалуйста, пишите в комментариях, как вы учили, потому что у нас была Америка, один, потом Европа, Азия, Африка и Океания. Ну и понятно, я в эксамене написал, как преподаватель сказала, потому что это эксамень, ее эксамен, но я могу сказать, что не полностью был согласен, и просто это мне научили с малого детства, и вот, у меня так сейчас голова, это видит один континент целый, и разный, Европа и Африка. Когда приехал в Россию, мне очень понравилось слово билет, потому что билет, это билет в самолете, я люблю путешествовать, билет в кино, в театр, а потом я пришел в университет, и кажется, там тоже есть билеты. Но это другие билеты, это эксамены билеты, и для меня было такое разочарование, что такое красивое слово, как билет, это может тебя сильно напугать, билет, эксамены билет, а там тоже такая интересная система, что тебе дают 60 вопросов, может быть больше, и ты понимаешь, что сейчас ты испытываешь свою карму, потому что из этих 60 или больше вопросов, тебе попадают только два, и если ты все хорошо был, и у тебя все хорошо с кармой, тогда попадают те, которые ты учил, а если нет, ну, вы сами знаете. Поэтому очень интересная такая система, что куча вопросов, только два, и тяни билет. И мне показалось, что всегда это такой отмазки преподавателей, как типа, ну, ты сам взял билет, я тебе не дал, потому что еще круто, что не положат на столе, и типа каждый сам выбирает свою судьбу, поэтому, билет. А на испанском, эксамен, это всегда эксамен, мы не скрываем его названием по другими словами. Скажите, пожалуйста, какая была ваша стратегия учить 60 вопросов, когда только нужно ответить на два правильный. Тоже очень интересный момент, это что в Мексике у нас есть десятивальная шкала оценки, а в России пятивальная. Поэтому пять это все ой, пятерка, пятерка. Вы знаете, пять в Мексике это значит не сдавать. Шестерка это минимально, и это как очень плохая оценка, как три с минусом, шестерка. И поэтому здесь ты типа ой, пятерка, пятерка. Я думаю, почему я раньше не учился в России? Столько пятерки у меня были. Я бы был суперумный в России с моими пятерками, но ладно, я хорошо учился, но а было смешно, когда я очень хорошо занимался, я потом позвоню мама. Мама, у меня только пятерки здесь. Я думаю, что, почему тебя скоро выгоняют? Но нет. Конечно, пятерки здесь это очень хорошая оценка, но тем не менее, как глубоко мозг, пять это все-таки как плохая оценка, потому что у нас пять это у меня были свои пятерки раньше, поэтому я уже страдал, и эти пять обычно мне не дали удовольствия, а потом оу, сейчас ты должен радоваться от того, что у тебя пять. Поэтому было немножко сложно привыкать, что пять это хорошо. Но в десятивальном шкале была одна очень прикольная штука, потому что пятерка, она по форме очень близко от шестерка, поэтому мне кажется, когда был супермаленький, я попробовал так немного нарисовать, но, к сожалению, заметили, не сработал. Но сделать двойка на тройка это гораздо сложнее, но я это не советую, поэтому занимайтесь, учитесь хорошо. И вы знаете, то, что мне очень понравилось, это что первое сентября, это день знаний, не важно, если это воскресенье, в субботу, всегда сделать какое-то творжественное мероприятие, и это так красиво. Мне кажется, в Мексике я не могу сказать, что так тепло и хорошо относились к начале учебного года, и это было так прекрасно, мне было возможно вот это видеть своими глазами, когда первоклассники и те, которые последний класс, они месяц, для некоторых будет первый звонок, для других последний, вот это как звонок, и все это так красиво, как они сопровождают. Ребята, вы молодцы, потому что это такое прям чувствуется, и мне кажется, у нас в Мексике не хватает вот таких символичных, и это очень классно, мне очень понравилось участвовать на 1 сентября и видеть, и там очень красиво как девочки одеваются, все это, и мне кажется, как понимаю, это все наряды Советского Союза, и мне всегда это удивляет, и кстати, мне очень интересно, потому что по сути, уже 30 лет нет Советского Союза, есть такие интересные моменты, которые до сих пор сохраняются, и думаю, будет еще дальше. И вы знаете, пока я учился в России, всегда у нас были очень посорные моменты, особенно для латиноамериканцев, потому что мы хотели на подготовительный факультет, я хотел свой диплом знания русского языка, а не угадайте, какой предмет меня включили. А я только хотел свой диплом, что я знаю русский язык. Конечно, математики. И преподаватели, мне кажется, так наслаждались, что а, да, они из Латинской Америки, это как, типа, да, они тупые. Давайте делать то, что попроще. Чтобы не сможете, это упражнение мы 9 классе даем. Типа, ты уже после окончания университета, и ты не можешь такие упражнения делать, поэтому у нас всегда было очень сложно. А я помню, что я учился с китайцем, и они молодцы. Ну, и очень классно, что обычно в России такой суперхороший уровень математики, который я просто чувствую, что у нас гораздо ниже уровень ее. И скажите, пожалуйста, вы любили математику? Вам включили в вашу программу, несмотря, что это не было так связано со своими специальными? Хотя это сложно, мне кажется, математика со всем связана, но бывает, когда есть очень интенсивная математика, когда иногда просто можно какая-то легкая математика. Но, вы знаете, есть один деликатный момент, который я хочу поговорить с вами, который действительно меня удивил, и не удивил сам факт, а то, что люди так откровенно, и вообще не скрываются, об этом говорят. И я помню, когда я начинал делать свое домашнее задание, я вот это, приготовимся, курсовое, учу, все это хожу. А я помню, что он мне спросил, а ты будешь делать или заказывать? Что? Ну, типа, я понимаю, что значит заказывать, но, что, заказывать? Типа, да, ну, просто как-то я не хочу на это тратить время, поэтому я лучше закажу, и, наверное, следующий я сам сделаю. И я, типа, правда, это можно так откровенно все это говорить и не скитняться, даже ты не пытаешься, вот как-то, эй, как-то, потому что это было в университете тоже, то есть, так откровенно все это говорят. И потом я посмотрел, что действительно в интернете есть очень много людей, которые на это срабатывают. Они просто пишут курсовые, есть бизнесы, компании. И понятно, не хочу сказать, что это существует только в России. Нет. И что это в Нектике вообще нет. Нет, я это не хочу сказать. То, что мне удивило, это что так откровенно, естественно, об этом говорят и даже как-то не скрывают. А вы знаете, у меня есть хороший контакт, который делает прекрасные курсовые. Кому контакт? Я это никогда не сделал, и не советую, но это мой опыт, и я видел, как мои знакомые это сделали, и даже мне показалось, что есть ощущение, что они с этим гордятся, что типа нет, я иду гулять, я уже заказывал свою курсовую, пока. Но я как преподаватель всегда вам советую развиваться, это все-таки знания, которые проходят через вас, поэтому лучше самому, можно с помощью, но самому надо это делать. А мне очень интересно ваше мнение, пожалуйста, напишите в комментариях, если когда-нибудь вы использовали эти услуги, или наоборот, если вы сами предлагали эти услуги. И то, что для меня, наверное, самое сложное было привыкать, это было... Здорово, не опоздал. Давайте снимаемся. Ну, да, на улице холодно, но не переживайте, я сейчас сниму, я сейчас вставляю, наставить, сейчас... Все, можно сниматься. Вы сошли с верхной одежды в аудиторию. У нас здесь гардеров, верхняя одежда не должна быть в аудиторию. Ребята, да, для меня очень сложно было привыкать, что здесь в университете есть гардероб. Это мне показалось дико неудобно, потому что ты должен стоять в очередь. Такая толпа, ты сюда-сюда, потом ты в разной аудитории. А вы знаете, как у нас в Мексике есть большой перепад, ты обычно привык, что у тебя очень часто есть на себя куртку или руками, поэтому ты привык таскать всегда свою верхнюю одежду по всем местам. И то, что нужно ставить что-то потом, для меня нужно все вытащить ключи, потому что у меня есть полток, в каждом сумке есть что-то, есть ключи, есть наушники, есть телефон, кошелек, и поэтому внутренне все это для меня очень непросто всегда сдавать. И правда, я очень часто предпочитаю просто иметь с собой все свои верхняя одежда. Но понятно, начинал использовать услуги гардеробов, но это потому, что у меня просто приказывали не сойти с верхней одежды в аудиторию. Тем более, наверное, вы знаете, в Латинской Америке спунктуальность у нас не такая хорошая, как в России. Я понимаю, что минут в минутах и еще будут заниматься очередь в гардероб, я точно опаздываю, и опоздание здесь в России это вообще нельзя, не принято. И я согласен с вами, да, нельзя некрасиво опаздывать. Но нужно еще рассчитать бремя на гардероб. Дорогие амигос, пожалуйста, напишите, что для вас было самое интересное, если вы об этом задумались, или если у вас есть опыт учиться с границей, в чем вы нашли, что отличается учиться в России а с границей. Ну, и надеюсь, что вам понравилось, если вы еще не подписывались, пожалуйста, делайте это сейчас. Ваша поддержка мне весумно дорога. Берегите себя и увидимся совсем-совсем скоро. Адьос, амигос! Субтитры сделал DimaTorzok